У тебя наиболее продуктивное отметили, утреннее, вечернее, 8 утра или 10 утра, 12 утра, куда лучше открывать? Да, но есть... Да, спасибо за вопрос. Да, есть время, когда нас лучше читают, есть время, когда нас хуже читают. Но нет универсального рецепта на всех, какое оно. Поэтому надо это пробовать со своими контактами. Как это сделать проще всего? Открыть, вот сейчас вы планируете рассылку, прямо сейчас вы загуглите, посмотрите последнюю статью с последней аналитикой, их регулярно делают разные сервисы крупных компаний, когда наши клиенты лучше нас читают. Они охотно делятся такой статистикой. Допустим, вот лучше с утра. Хотите сами поисследовать? Отправьте половину аудитории с утра, половину аудитории с вечера. Посмотрите, насколько они были живы. Смотрите в течении времени, как распределяется открытие. Вот, и, наверное, вы... Я думаю, вы молчил, тоже пользуетесь. Я бы дополню чуть-чуть, когда вы отправляете рассылку, вы смотрите на регион. Потому что, когда у нас там 11 утра, бывает уже 8 вечера и все, шли свободы. Прости. Ну, как-то, знаете, нужно тоже включать на регион. Да. И с регионом тоже, если вы пишете... И с того числа поиска? Да, да, да. Он парит из поиска. В Москве можно выбрать регионка какого. Так что можно листы разбить на несколько регионов, которые на определенную часовой часовой часа будут. Там, да, там, действительно, система позволяет с этим играться. В частности, тоже молчим. Если я не прямо сейчас нажимаю «Отправить», а говорю «Завтра произошли эту рассылку», то можно выбрать опцию «Достать это всем в их часовой поиск в их 10 утра». И он знает, кто из какого поиса меня читает, и он ему размашивает это вот письмо, и они все получат в 10 утра. Или я нажимаю «Все-таки отправить сейчас», и она уже побежала, и я, там, захватил, там, например, запад, страна и восток, только, там, начинаю читать с утра. Но, нет, вот, здесь это нужно просто пробовать и исследовать. Что касается молчимпа, он со временем начинает знать вашу аудиторию, кому вы пишете. То есть он ведет свою собственную аналитику, он смотрит, кто как из нас реагировал, и у него есть инструмент «Подскажи мне время, в которое лучше отправить». Я регулярно использую, когда мы клонируем рассылку, молчимпе можно сказать «Ты сам, вот, я выделил вот этих людей, я им уже раньше писал, ты мне скажи, когда им лучше отправить». И он скажет «Ну, вот, я советую тебе им отправить в 7 вечера», или «Я тебя советую им отправить с утра». И в большинстве случаев это не принципиально сказывается, то есть вот это как раз принципиально на открываемости письма мне неравно не сказывалось. Возможно, это специфика моей аудитории, возможно, это специфика людей вообще. А можно такой совсем кримитивный вопрос? А рассылку надо закладывать, подтвердить прочтение там или и так посчитать? Понял, понял вопрос. Как это работает? Когда человек получает письмо, отправленное именно из системы рассылки, там автоматически все ссылочки будут учтены, он покажет, открыл человек или не открыл. Он это видит сам или это не нужно отдельно специально что-то нарочить. Именно поэтому мы в эту систему и пошли, потому что мы когда писали через Google таблички, это было просто входящее письмо человека, и мы не знали, что дальше происходит. Когда мы поняли, что нам не хватает вот этого понимания, кто вообще нас открыл и кто что-то нажал, мы перешли как раз к системе рассылки. Для этого они и созданы. Скажите, пожалуйста, есть ли какой-нибудь плагин для WordPress для сбора email? Да, есть плагин, который из WordPress передает их в MailChimp. Плюс вы можете его достаточно гибко настроить, что если он нажал здесь, отправить ему вот это, если он нажал здесь, отправить ему вот это. Изначально это выросло из, насколько я помню, того, когда WordPress был в магазин для продажи товаров, и подключали к разным системам, чтобы он сказал, вот этот товар добавлен в корзину, вот этот заказ ушел. То есть это есть, это нужно просто уделить на время и подключить. Какие пользователи используются? Я могу сказать, что эти публики пользуются MailPoet. То есть Mail и Poet, как какой Poet. Мы на самом деле его взяли, потому что поняли, что в какой-то момент у платных рассылок будет ограничение. То есть если у вас база больше 6000-7000, вы переходите на платную версию, и в год, наверное, это уже будет какая-то сумма денег. До 6000 идеально все рассылки, которые были здесь приведены. Да, здесь я чуть расширю комментарии, Маша. То, что ты ответила, смотри, вопрос был, как связать именно MailChimp с WordPress. Это можно связать. Если вы начнете с него, то вы этот механизм сможете найти, он описан, там, собственно, ищется в базе WordPress, и ставится плагин, там все понятно, как подключать. Но спасибо, Маша, что ты подсказала, ты про это не упоминала. Теплица же свой инструмент на базе WordPress. Ну, это не наш инструмент, это открытый плагин, мы просто адаптировали под него наш рассылок. Ну, собственно, вот на сайте Теплицы вы можете найти инструмент, который может быть еще одной системой рассылок для вас, и он, в отличие от MailChimp, который после 2500 подписчиков становится платным, он для вас будет оставаться более долго бесплатным. Ну, по количеству аналитики, мне, на самом деле, больше понравилось, конечно, то, что сегодня было. Потому что там все-таки есть просмотр кликов, можно ввести какие-то базы, но мне не очень удобно. То есть я буду пересматривать после сегодняшней лекции очень много, как ввести списки. Ну, вот стоит просто попробовать, потому что MailChimp меня просто покорил и простотой, и полной безключностью, и тем, что он очень большого количества, это именно вот этих рекомендаций, подсказок, советов, он как бы вот такой гайдинг сдает, то есть он тебя направляет. Говорит, вот сделай вот так, то сделай вот так, в этом смысле вам это очень, конечно, клево. Переводы как нет? Если вам сложно будет с надлестными буквами, то к каждому из браузеров можно поставить автоперевод. То есть я сам этим просто не пользуюсь, но есть или плагинчик какой-то там, допустим, хром, который просто все, что английское ты мне показываешь, все переводи на русский. Как-то он переведет, то есть как-то вы сможете с ним общаться. Русский языком понимает, если в нем что-то составляет, да? Ну, конечно, да, поскольку это используется во всех странах, и русский, и иероглиф, и все что угодно. Лучше стало, понять не стало? Да. Что еще вы можете сказать? Можно, да. Я хотела немножко поймемся обратно, потому что это я автор этой жуткой панической статьи, которая сейчас... А, да-да-да. Да. И я хотела спросить много вопросов, наверное, этического такого характера. Надо бы сразу уточнить, что у нас на площадке проходят не только наши предприятия. Иногда списки попадают к нам от организаторов. То есть периодически это имя, фамилия, но иногда нам, ну, не знаю, подобратья душевные или, может, у него вместе сливают контакты. И вот насколько этично с нашей стороны их использовать, если их не давали нам изначально, и, ну, как бы, стоит ли вообще как-то... Ну, смотрите, в первую очередь поставьте себя на их место. И вы уже поймете, будет ли вам комфортно получить то, что вы хотите отправить, или нет. Если... Собственно, вот война у нас сегодня. Сегодня я от Эки приглашаю вас подписаться на нашу рассылку и читать, что мы пишем для активистов на нашем сайте, нажать «Подписаться». И вы можете это сделать, можете это не делать. При этом мы находимся на площадке Impact Hub, а мероприятия – оригинальной теплицей, которая собирает контакты. И здесь нет чего-то порочного. Если я знаю ваши контакты, или если вы захотели мне их оставить, а я профессионально, допустим, занимаюсь этой темой, я сейчас давал какую-то там, не знаю, вот приходите ко мне учиться плавно на рассылку, то я потом вам могу написать или попросить у Маши степлиться, можно ли я с этим попросить к участникам и скажу «Спасибо за мероприятие, вы участвовали, я предлагаю вам посмотреть вот это». То есть это такой вопрос, в первую очередь, этичности. Законных как бы нет. Нету, то есть нету закона, который бы сказал «Нельзя написать или можно». Если вы не персональные данные берете, вы ведь уже успели про персональные данные слышать? Да, это было. Да, то есть в первую очередь это вопрос этичности. И вы тут же видите, людям комфортно, и они скорее всего все сказали, что это спам. Ну, я можно тоже добавить? Мне кажется, все-таки, когда человек регистрируется на мероприятие, он обязан ставить птичку в обработке персональных данных. Ну, даже вот имя, фамилия. Как правило, в этой графе пишется одна организация, которая запрашивает эти правы на обработку. То есть там, скорее всего… Но обработка вам включает в себя передачу третьего виза, или осуществление организационного процесса? То есть есть, что это возможно, но насколько вообще… Да, простите, этим я занимался в прошлой жизни в ДНКОшной, когда я был бизнес-партнером в одной из фарм-компаний, и занимался таким вопросом как раз про персональные данные, что-то еще. Вот это, как бы, тоже такая отдельная штука, в которую можно идти далеко и глубоко. Вот если на поверхности, то, во-первых, стоит почитать вот этот тот самый 152 FUD и перевести его для самого себя на простой язык, чтобы не было как раз вот этого испуга, или сомнений, или непонимания. Кстати, очень классно в этом плане Тильда, наверняка знаком вам такой ресурс, Тильда Паблишер, они сделали у себя, где-то у них можно найти быстрые ссылочки, как раз про персональные данные. Они сделали этот генератор формы сбора персональных данных. Наконец-то, там, аллилуйя, на хорошем, живом, человеческом языке вы получаете тот документ, который вас обезопасивает. Он говорит, я в них буду брать вот это, вот это, вот это и вот это, а он уже вам скажет, насколько это страшно, и, собственно, какой текст должен быть в согласии на работу персональных данных. В общем, такой лайфхак хороший. У меня вопрос. А сколько может быть всего темы в семье? Плюс, например, ну, по-своему, я возьму. Мы делаем рассылок раз в месяц, и пишем обычно о выставках, в которых мы участвуем, приглашаем к клиенту, посетиться, посетить, и там добавляем еще какую-то новость по разработке наших софта, вот мы там добавим это, добавим это, добавим это. У нас получается где-то равное, порядка пяти инфоподов, и мне иногда кажется, что это перебор, но я не могу понять, где грань. Сначала с улыбкой, если кажется, что это перебор, может быть, не зря кажется. Ставьте себя на место получателя. Но здесь есть цифры. Здесь есть цифры экономики, они там в дизайне, и в дизайне человека, и в том, как мы мыслям, довольно не более семи объектов. Это касается всего навигации на сайтах, оглавления, разработки мобильного приложения, чего-то еще. Человеку семь сложно, но выше семи невозможно объектов, вот каких-то отдельных смыслов взять в голову. Если вы напишите больше, вы, конечно, это можете, но, скорее всего, они не дойдут, или не получите. Если ведь что много, лучше разделиться на два. Потому что это тоже еще важная история, касающаяся календаря рассылки, чтобы это был все-таки не тот календарь, когда так, завтра нужно что-то отправить, давайте срочно что-то придумаем. А правильный календарь — это когда вы, значит, мы пишем раз в месяц, и у нас есть уже, там, допустим, вот в письме у нас будет пять блоков, мы такую компоновку сделали, и три из них у нас есть уже на два месяца вперед. Это, конечно, было бы идеальной ситуацией. — Вы даже не на одну прокручную телефон, даже пять? Ну, смотрите, здесь мы снова вернемся к воронке. Если вы будете пытаться делать письмо, в котором будете рассказать о себе все, это будет очень тяжелое письмо. То есть, вот она, пошла воронка, заголовок. Любопытно или не любопытно, цепануло или не цепануло, я открыл или не открыл. Картинка плюс текст, которые должны помещаться на одну прокрутку. Картинка с заголовком, я уже понял, что от меня хотят. Абзац текста, я уже понял, что от меня хотят. — То есть, первый абзац, да? Сам, вот, заманил? — Каждый из абзацов, именно, вот, каждый из абзацов, он будет для человека либо зря потрачен времени, либо полезным. И если у вас цель привести человека на большой материал или в сложном действии, то вам нужно вести его дальше. Встреливай в кнопку и говори, здесь узнай больше. Здесь сходи, там, вот, на сайт, и там попадешь в форму, в которую ты сделаешь действие. Но не пытайтесь вести, вот, полный цикл взаимодействия и написать все о нас, все о нашей организации, все о наших проектах. Ну, я условно сейчас пример какой-то рисую. в одном письме. Просто не читаем останавливаться. То есть, цель, как бы, вот есть, допустим, 5-7 тем, которые мы хотим осветить. Если мы их помещаем в одно письмо, развернуто просто нельзя делать. Хорошо, если одно осилит. То есть, под них задают, соответственно, страница на сайте, либо найти, либо где угодно, где будет подробно все рассказано, если это большой материал. И дальше воронка развивается из вот этой вот картинки плюс текста, переводящий к следующему действию. И мы тогда можем анализировать. Человек у нас пошел и пришел на сайт, где мы просим сделать его целевое действие. То есть, мы введем, человек рассказывает, просто садились. И мы и не можем, и не будем встраивать сразу, например, форму вот этого оформления сертификата в письмо. То есть, получается, что цель уголовно заинтересовала, картинку плюс текста заинтересовали и пошел дальше. Письмо, это промежуточная такая, какая-то неконечная инстанция, промежуточная. Ну, из приложений, как это будет выглядеть? Прокрутка? Там, ну, три абзаца, наверное, максимум. Ищу, ищу, забыл, где оно у меня находится. Кажется, оно было раньше. Да-да-да, оно было в начале. На моем опте это 300 символов. То есть, когда мне говорят, там нужно довести для человека вот это вот, это сверхважно, этот проект там вот важнее других, или там что-нибудь в символах, считая пробелы. Иначе просто расползается. То есть, вот я писал, собственно, вот здесь 300 символов. В горизонтале оно выглядит вот так вот. Ну, пришлось вот добавить, сделаем вот это вот добавок. Ну, окей, ее я выношу отдельным блоком. Потому что только вот этот кусок текста, здесь не видно, здесь картинка закрыта, но если я картинку посмотрел, поднял ее вверх, то вот этот кусок текста целиком поместится на экране. Если будет больше, все, и я уже начинаю теряться, смотрю на свой телефон, и я его не понимаю. Может, у меня еще вопрос? Вопрос про сегментацию. Вот, например, наша организация, да? Люди, которые туда подписались, они точно выразили свой интерес к экологии. То есть, условно, их можно поместить как бы в одно какое-то отдельное множество. По какому принципу вы их начинаете сегментировать и выбирать, что этому человеку интересно, а что ему не интересно? Мы идем от точки входа. Я сейчас возвращаюсь на самое начало, покажу все проекты, которые на все есть. Наша цель, если к нам пришел новый контакт на ЭКО-класс, пришел из соцсетей, и мы добавили просылку ЭКО-класса, и мы написали то, что вот мы рассказываем про ЭКО-класс, рассказываем про какие еще есть проекты, а тут и кто-то может быть съеден на другие, а может быть нет. Плюс туда же мы встраиваем, пишем про, это, например, у нас идет как смежная аудитория, прямо аудитория учителей. Здесь аудитория студентов, и мы их начинаем между собой общать. То есть мы учителям напишем сначала вот про ЭКО-класс, вот сейчас вот это изменилось на сайте, вот сейчас вот это происходит с одним уроком, еще есть такой-то урок, а еще мы работаем со студентами, и если ты общаешься со студентами, расскажи им. А если ты правда хочешь улучшить мир, то приходи к нам, например, на ЭКО-класс или на капусте, у нас сейчас проходит что-то, или мы вообще вот такой флешмок проводим. И здесь как раз в зависимости от того, кто тебя читает, ты идешь от того, с чем тебе пришли. То есть сначала ты человеку рассказываешь о том, ради чего он пришел, а потом ты уже по мере как бы вот умения это все сочетать, и тоже вот такое вот это сочетание этичности и интереса, рассказываешь ему о чем-то еще. Мне кажется, что тебе было бы интересно послушать от меня не только про рассылки на этой встрече, но и, наверное, про отдельную аналитику, если мы дойдем, а еще и следующее – это про автоматизацию, но не в рамках этой встречи. Вот так же и письмо. Хорошо. Обращайтесь, если тебе интересно, или вам интересно? Зависит от аудитории. Точно всегда работает вы. Вы никогда вас не подведет. И даже я сейчас общаюсь с вами, предпочту общаться на вы. Но, естественно, как человек, я рано или поздно вхожу в «ты», и мы пробовали «ты», например, когда писали, когда пробовали деснуться через письма, там, до школьников, до кого-то еще, но с ними просто не работает этот канал. Им просто не интересно, они просто не открывают эту почту. А нужно ли это ему, и нужно ли это вам? Ну, нам, если нужно, если вы заявили, то следует, допустим, еще что-то. Ну, это все-таки связано. Да, ссылка по умолчанию устраивается так, что окно открывается не вместо письма, а открывается с соседней вкладкой. Это удобно читателю. Я сейчас бегу по письму, так эту тему я прочитаю, эту тему я прочитаю. А как возвращать? Опять-таки, зависит от того, куда вы отводите. Если вы отводите на свой же ресурс, вы можете его оттуда вернуть, используя уже там подваловые тексты, куда они приходят, и ваши же соцсети, и ваши же другие каналы, или еще раз там на оглавление сайта на главном. То есть, если человек ушел из письма, вот оттуда его возвращать письмо, наверное, даже не нужно. Но чтобы человек понял все, что вы хотите в письме, очень короткими кусочками нарезанными, вы расскажите, чтобы он успел увидеть вообще все, что происходит в письме. То есть мало кто из нас, вот получив что-то интересное, что ему сейчас понравилось, не перестанет хотя бы чуть-чуть дальше. Мне кажется, просто какая цель стоит у вас. И нужно сценить рассылки, привлечь внимание к ресурсам, прочитать конверсию, собрать контакты и так далее. Поэтому в принципе, если человек ушел из рассылки, дальше про фондовался рассылки, тогда будет хорошо, чтобы вам конверсия управляла. И вы видите результат работы рассылки, что не было так, вы потратили время на это, если человек пришел, а действительно посмотрел. С точки зрения аналитики вы увидите, что каждый из людей ушел по одной ссылке или по нескольке. И дальше, используя метрики на сайт, вы уже сможете увидеть, он сделал там то, что вы от него хотели на том сайте, или ушел и не вернулся и отписался. То есть это просто нужно отслеживать и больше, чем только на письме. Угу. Дайс, может, еще один-два вопроса. А вы через рассылки пообразите деньги или нет? Или вообще нет в себе? Не посадили лес? Да. Ну, то есть не через рассылку, а все равно переодписаться на сайт уже там? Или нет? Да. Ну, в рассылку денег дать сложнее. Все-таки там человек заинтересовался, стало интересно, он пошел на сайт и подавил своим близким очередной кусочек лесок, как молодые ездили. У нас немножко не поднимет, но спросите, при таких масштабах, потому что 60 тысяч контактов, как вы ловите обратную связь? Потому что как правило сталкиваешься с такой проблемой. Ты можешь там посылать рассылку с общего адреса, в письме указывает, что если у вас есть какие-то вопросы или что-то, вы должны связаться с этим человеком. банально нажимают ответить, и все это уходит туда же обратно. Это как-то по контекстному поиску вычленять? Или как все-таки выстроить работу, чтобы это конструктивно ловилось и не терялось в общем огромном угле? Здесь, знаете, очень много разных возможных слов. Если вы им что-то написали, а из них многие к вам вернулись и сказали, мы не поняли, что вы хотели нам сказать, возможно, стоит пересмотреть следующее письмо. Если вы хотите задать группе людей вопрос и услышать от них ответ, сформулируйте этот вопрос, отправьте их на, например, самое легкое, сделайте анкетку на гугле, там эти вопросы опишите, и вы получите от них в закрытом виде, вы предполагаете, что скорее всего с ними то-то, то-то, надо подумать все-таки, что с ними происходит, и там, да, оставить еще возможности открытого вопроса другое. То есть, если ваши люди хотят с вами общаться, это хорошо. Если вы хотите создать такую навигацию, то есть, вы пишите в письме, вот этот блок, а вот по нему вопросы туда-то, вот этот блок, а вот по нему вопрос туда-то. Если вы напишите текстом, то, что пишите вот тому-то, это нужно и прочитать, и запомнить, когда я дочитал письмо, и это неудобно. Если вы устроите кнопку, и на ней напишите «Узнать больше» и отправиться на страницу, или она же откроет новое письмо, где, или вот кнопка «Задать вопрос по проекту», «Задать вопрос по…», тогда человеку и нажмем, потому что это удобно. в этой вопросе. Спасибо большое, Петр.